Мне ближе совестливый, образованный атеист, он до меня намного больше свят, чем человек, который знает вот шкалу, так, 15 раз помолился, искупил тот грех там, 25 раз там, я не знаю, встал на колени, я не хочу никого унизить, но вот заработал себе там в раю местечко, мне это не нравится, надо быть здесь и сейчас, настоящим, каждую секунду, и ежедневно подмечать, что ты лучшая версия самого себя. Ну что, друзья мои, мы в прошлый раз, когда я был в красивом национальном, ходили вот туда, а сегодня мы пойдем туда. И это красиво, национально, мне дал вот этот прекрасный человек, его зовут СОС, но это сокращенное, это не значит СОС, спасите наши души, хотя, конечно, от такого жгучего мужчины некоторые души надо спасать. Сослан. Мы даже не будем представлять регалии этого человека, просто, мне кажется, что это воплощение города Владикавказа, воплощение вообще осетинского духа, именно вот с точки зрения самоиронии всего остального. Скажи, пожалуйста, дорогой друг, как бы ты описал среднестатистического осетина, и вообще, может быть, ты даже нам расскажешь про какие-то типы осетин, вот, ну, в твоем понимании я имею в виду, без упоминания имен, фамилий, ЭНН, СНИЛСов и всего остального? Услышал, ну, не могу не сказать, что жанром гиперболы вы овладели серьезно, такое воплощение придумали, ну, хорошо, если сказать вкратце о моем народе, то я скажу, что, видимо, этому народу среднего не дано. Или совсем хорошо, или совсем плохо. Я вот эти истории, связанные с ни туда, ни сюда, даже не слышал никогда. Приезжал как-то ко мне один молодой мой товарищ, друг из Москвы, и, понаблюдав, неделю побыв во Владикавказе, да, говорит осетины, живете как олигархи, но иногда денег немного не хватает. Так вы, получается, как российские дворяне живете. Они точно так же жили, как олигархи, но денег вечно не хватало. Ну, примерно так я расскажу историю. У нас есть народный поэт, это Косталь Иванович Хитагуров, и он с Туальского ущелья, оттуда же и мой род Цуцевых. Вот, и когда были голодные года, когда нечего было есть, взрослый, нарский мужчина, кто-то из наших предков, может быть, Коста предки, может быть, мои, не имеет это значения, но это осталось в предании. Брал сковороду, и вот старый, старый уже, позавчерашнее маслицо оттуда засохшее брал, обмазывал усы и выходил, чтобы, не дай бог, кто-то из соседей не подумал, что сегодня он вышел голодным. Чтобы кто-то ему сказал про три усы, осталось, осталось. Вот так, так что по усам текло у нас тоже есть, да, такая история в рот не попала. Да, кстати, вчера же был знаменательный день, первый раз простили трамвай здесь. Ну, не первый раз, это было сто с лишним лет назад, да. Да, у нас была глобальная реконструкция проспекта, немного она затянулась, но результат налицо, мы идем по граниту, по мрамору, красота, спасибо всем причастным. А кто заволокичивает, мы с ними будем говорить с глазу на глаз, если узнаем, кто же был подрядчиком. А как бы ты описал жизнь во Владикавказе, вот, опять-таки, с точки зрения местного жителя, в чем здесь, какие здесь есть плюсы, какие здесь есть минусы? Ну, если проводить параллели со столицей нашей родины, вы увидите, насколько размеренная жизнь. С любой точки Владикавказа, там, с окраины до центра, с центра до другой окраины, не более 20 минут. Я, когда бывает хорошая погода, часто использую велосипед, то есть, вместо автомобиля я могу сесть на велосипед, поехать, открыть учреждение, провести уроки и вернуться обратно. Вот я в Берлине такое тоже видел, в любую точку, и на машине, и на велосипеде за одно и то же время доедешь. Не могу не сказать о таком хорошем, серьезном налете провинциальности. Хоть мы столичный город, но можно сказать, мы даже провинция провинции, потому что для таких городов, как Краснодар, Ростов, я думаю, Владикавказ тоже является провинцией. Но мы от этого его не меньше любим, да, не меньше его любим. Это действительно место силы. Вы, если посмотрите на карту разломов земной коры, не скажу, что в Владикавказе, но в Осетии их огромное количество. Так вот, откуда вы все такие, самородки-то беретесь-то. Может быть. Это все место силы, на самом деле. Место силы, действительно так. Хорошо. Скажи еще, пожалуйста, вот ты же работаешь с молодым поколением, ты директор школы, помимо всего прочего, да? Как бы ты описал владикавказскую молодежь? Вот, это такой уже серьезный вопрос. Ну да, владикавказская молодежь, ну, молодежь, она сейчас в России из-за засилия мессенджеров, интернета, очень похожа друг на друга. Действительно, это поколение нынешней молодежи росло в относительной стабильности. Не было потрясений, мы там родились в одной стране, взрослели в другой стране, сейчас вроде бы видим уже какие-то другие результаты. Знаю одно, что нынешнее поколение молодежи ничего никому не простит. В этом я уверен на сто процентов. К этому надо быть готовым будущим поколениям политиков, будущим управленцам, власть имущим. Это самодостаточные, требовательные. И вот я часто слышу образование такое, образование сякое. Они достаточно образованные, чтобы защитить любое нарушенное свое право. То есть они знают, в отличие от нас, например, когда ты идешь, они знают, что ты вообще имеешь право сюда зайти в гостиницу, например. Я боялся зайти в гостиницу, мне казалось, что туда надо какой-то пропуск иметь, вот такое последствие. Именно так, именно так. То есть вот те скрепы, которые касались молодежи, которая взрослела, росла в СССР, определенные алгоритмы, так скажем, поведения, им не присущи. Объясни мне, пожалуйста, феномен, но это касается не только Осетии, это вообще касается Кавказа. Вот мы когда в первый раз с тобой встретились, ты мне сказал, а ты не местный. Я спросил, это потому что у меня рожа в полурязанском, он говорит, нет, он говорит, ты в шортах. Хотя я был не в шортах, я был в бриджах. Я оглянулся, и причем мне очень понравилось, он сказал, это был май, было жарко, он говорит, я в зимнем. В костюме. Почему как бы все-таки, ну ладно, окей, шорты понимаю, но хотя бы вот даже так, то есть нет, да? Никак нет, во-первых, мы являемся, ну жарко, но мы не на побережье находимся. Это наша родина, наша столица, мы являемся примером для младшего подрастающего поколения. И, ну, не довелось мне за 41 год вот такой дресс-код принять. Да, я не скажу, что я на море бываю там нарядный, конечно, в шортах, но ни разу себе в городе этого не позволил. Более того, вот сейчас мода пошла, отсутствие носков, да, там следы одевают. Даже этот момент как-то нашей ментальностью не воспринимается. Вы за тру, настоящие носки. Ну, наверное, так. Примерно так. Вот эпоха лихих 90-х. Осетия ведь была, так сказать, центром поставки горячительных напитков для всей России, да? Вот ты помнишь момент, когда это сходило? Как вообще ваша республика переживала это несчастье, когда, оказывается, все, водку больше катать нельзя? Ну, я расскажу о себе, как я переживал то время, когда катали водку. Я в каникулярное время постоянно, ежегодно, пока это все происходило, всегда вкалывал на производстве. Шел в цех, устраивался на работу и выполнял любую работу. То есть это грузчик и текеровщик, я не знаю, на каре ездил. И именно тогда дал себе слово, что физически я зарабатывать не буду, трудиться не придет. У нас с тобой очень, очень похожая судьба. Я тоже постоял у станка, подпилил себе пальцы, подпилил ДСП, поступал на стройки грузчиком, демонтажником, продавцом на рынке и тоже решил, что no. Но к тому моменту, у меня, к примеру, с 12 лет трудился я на подобного рода производстве. И зато у меня были деньги, зато у меня была самостоятельность, я чувствовал себя мужчиной. Вот и 97 год, наступило время поступать. Отец меня спрашивает, ну куда, что? Я говорю, да нет, никуда. А чем, говорит, ты будешь заниматься? Так вот, я и занимаюсь, я работаю, тружусь, зарабатываю, он, не-не-не, так не получится, надо что-то выбрать. Какой предмет любимый? Ну нет, говорю, любимого предмета. А оценки были, наверное, все отличные, там, кроме химии, как-то не удалось мне продемонстрировать там себя. Вот, ну нет, так не пойдет, надо выбирать бус. Ну, я выбрал две модные специальности, это юридическую специальность и экономическую. Одновременно в обоих вузах, на двух специальностях учился очно, экономический факультет был, свободное посещение у меня. В 2002 году завершилась эта история, и с тех пор не было месяца, года, дня, чтобы я не учился. Сейчас у меня, так это, в копилке высших образований уже их три. В 2008 году случайным образом стал кандидатом юридических наук. Сегодня, как бы, немного неправильно работает директор. Я тружусь директором, работаю я над собой, работаю я, никогда не работаю, не буду работать. Только трудиться и творить. Скажи, пожалуйста, вот, когда ты сюда приезжаешь, ты чувствуешь, что здесь, ну, все очень плотно, очень тесно. Этим вы очень сильно, ну, не только вы вообще, Кавказ, этим вы очень сильно отличаетесь от нас, от русских. Потому что у нас, например, если с тобой в лифте незнакомый человек поздоровался, ну, это уже, как бы, день-день случился, да. Потому что я вот хочу очередной пост сделать, что я сапсан, когда сажусь, и я каждый раз, мне приходится вот так вот, глядя на моего соседа, говорить, здравствуйте. Потому что он хрен вообще, или она, да. Культурная столица. Да. А у вас, вот, как бы, что мне нравится, там, ты идешь по улице, о, здравствуй, дорогой, привет, там, любой вопрос по звонку, там, и так далее. Но, отсюда другой вопрос вытекает, а не мешает ли это управлению? Ну, то есть, ведь этим могут воспользоваться нехорошие люди, когда они что-то нехорошее совершили, и они знают, что я сейчас вот позвоню, и мой там какой-нибудь брат, сват, и дададада, это уладит. Это большой минус не Осетии, а вообще всех кавказских. Да, я сказал, что это вообще всему Кавказу касается. Да, некая клановость. Но, вот, ну, я буду говорить, например, о своем роде, о своей фамилии, у нас немного по-другому. У нас с близких, для того не и близкие, тройной спрос. А как ты мог? А почему? А как ты посмел? То есть, вот, то общественное порицание, которое может приключиться с человеком, заметно выше происходит внутри фамилии, внутри семьи и так далее. То есть, были такие случаи, вот, уже пятый десяток идет, общался с человеком, был близок. Раз, там, непотребные какие-то качества были мною замечены, подмечены, там, зависть, там, или еще что-то, неисправимое нечто. Ну, мы прощаемся, ну, подходят общие знакомые, говорят, ну, давай, ну, как, столько лет, столько это, так в том-то и дело. Ну, пусть незнакомый человек позавидует, пусть незнакомый человек подведет. Вот, ара, как можно 30 лет взять и купировать, как это, поэтому, это касается не всех. Я вижу, что идут изменения, наоборот, идет саморегуляция, то есть, то, чего не дает на сегодняшний день государство, ввиду того, что отсутствует идеология, отсутствует общая цель для народа, населения, она должна быть. Даже семья, без цели, без идеологии, семьей не будет называться, то есть, никаких результатов. А если они будут, то они будут случайный характер носить. То есть, идет, наоборот, обратный процесс, то есть, видимо, уже вот эта клановость дошла до своего предела. И, причем, это не, там, пресловутая борьба с коррупцией или еще что-то. Это такая саморегуляция на нас, кто-то из великих сказал, можно ничему не учить, достаточно быть. И вот мы на сегодняшний день являемся. Вот я как раз хотел сказать, что это же, в принципе, есть и определенный плюс, потому что, когда кто-то думает, сейчас я тут что-то такое сделаю, Он понимает, что если у нас люди пытаются обмануть только государство, а здесь, по идее, надо обмануть не только государство, но еще и своих. А от своих тебе прилетит так, как от государства не прилетит. Не прилетит никогда. Свои тебя там... Конечно, есть такое понятие в Осетии, кода, это бойкот. Это хуже любого наказания, когда тебе не подают руки, и, как ты говоришь, не здороваются с тобой, когда тебе не желают добра, когда тебя не видят, то ты пустое место, ты имени не имеешь. Это ужасно. Это... В Средневековье это вообще было связано с тем, что, скорее всего, человек потеряет жизнь, потому что не имеет доступу... Когда не было магазинов и так далее, тому подобное, доступу к запасам пищи и тому подобное. И зачастую изгнанник погибал. Ну, сейчас немного по-другому. Он погибает как личность. Давай-ка мы знаем, что там шум, грязь и прочее. Мы вот сейчас пойдем сюда, мы, в принципе, уже будем, да, скоро заканчивать. У нас реконструированный тоже парк, тоже федеральная программа. А что нравится делать Осетину, и что не нравится делать Осетину? Ну, Рерих в своем письме 1933 года кратко так сказал, «Счастливы должны быть Осетины, измеряя славные корни свои». И вот, что я замечаю, что действительно сейчас многие занялись вот этими измерениями и так далее, генеалогией и тому подобное. Но я чаще задаю теперь вопрос, удобнее его задавать, а кто мы? А кто ты сейчас? Соответствуешь ли ты этому наследию? Ну, примерно сейчас так обстоит дело. Большое количество ортодоксов. Почему? Потому что, ну, для меня Осетин это прежде всего сын своего отца. А потом идут, там, религиозная составляющая, там, образование или еще что-то. А сейчас происходит подмена понятий. Ну, вот возьмем там, ну, там сейчас запрещенная организация, да, «Еговисты». Ну, вот Осетин подходит, и первое, что он говорит, «Я свидетель Егова». Ну, говорю, какой ты свидетель? Ты, наверное, у тебя имя есть, может, фамилия есть, может, я родил еще кто-то. Ну, и, конечно, диалог не складывается. Да. И поэтому, вот для меня, например, не имеет значения, магометанин ты, православный. Мне не важно, какой источник, какая священная книга или писание делает из тебя человека. Я должен видеть в тебе человека. Больше ничего. И если впереди тебя ты несешь, там, полумесяц свой, крест свой, или там, вот, наследие предков своих, мне с тобой не по пути. Потому что, видимо, за этой ширмой что-то прячется. И зачастую это не самые лучшие человеческие качества прикрыты. Для россиян, ну, вообще в России очень редко различают там чеченцев, ингушев, да, кабардино-балкарцев. Я уж молчу, кабардинцев от балкарцев, да, кабардино-балкарцев от осетин и так далее. А ты бы, вот, именно в разрезе народов Кавказа, пойдем туда, какие бы, есть какие-то, вот, прям, ключевые отличия осетин, ну, помимо, простите, христианства, да, что на поверхности, а что-то вот еще, что действительно вас отличает от других народов Кавказа? Ну, во-первых, нас отличает, самое главное, это язык. В основном это тюркоязычные окружения у нас, мы, иранская группа индоевропейских языков, это первое. Второе, это, не люблю это слово, толерантность, но она есть, она присутствует, мы можем посмотреть на количество национальностей, которые живут в Осетии, которые не имеют никаких форм притеснения, и еще раз говорю. Включая русских, прежде всего. Ну, это... Очень комфортно себя чувствуешь в Осетии. Согласен. Более того, вот, мы сейчас общаемся на русском языке, понятно, там и зрители, и ты, видимо, слышишь, никуда от этого не деться, есть определенный, так скажем, понятно, что я умею говорить на остинском, короче говоря, когда я говорю на русском языке, но русский язык уважаем в Осетии, находится на хорошем уровне в плане правописания, может быть, немного косноязычия присутствует в речи, но вот только дети написали сочинения, вот из всех выпускников веренного мне учреждения, все дети получили зачет, то есть каждый справился с тем, что написал больше 250 слов, справился со всеми позициями, связанными с раскрытием темы и так далее, и так далее. Для меня это показатель, более того, русский язык это то, что помимо воспитания, каждый ребенок, обучающийся в Осетии, должен вынести из школы, потому что это возможность впоследствии во взрослой жизни себя защитить, описать, не стесняться своей орфографии, правописания и так далее, то есть в этом отношении это большое отличие, потому что мне приходится, я бы на конференции бываю, на научно-практических семинарах приходится сталкиваться, и именно уровень владения русского языка немного по-другому. А, и не могу не сказать, вот это в крови, наверное, у осетин, ну, это, наверное, количественный признак, некачественный, но все равно о нем я хочу сказать. У нас 30 с лишним полных георгиевских кавалеров, потом возьмем, да, период советской истории, более 70 героев Советского Союза, это не Великую Отечественную войну, а за 70 лет мы возьмем, да, и вы понимаете, как обошлись с георгиевскими кавалерами в 17-м году, но народ, который присягнул на верность России, остался государственным таким народом, который готов служить Отечеству и быть полезным. На сегодняшний день, сейчас вот так, из пепла восстают те воспоминания, биографии царских офицеров осетин, они были вымараны из истории. На сегодняшний день есть и печатные издания, и простые, даже стенгазеты, так возьмем, это школьные, где на одной странице и герой Советского Союза, и полный георгиевский кавалер. На сегодняшний день, мне кажется, что основная масса населения четко понимает, осетий четко понимает, что герой он и есть герой, неважно, какую лодку он выбрал. Он не за себя, так скажем, боролся, воевал, а за те интересы, за то государство, за того там царя, кому он принес присягу. Эх, всем бы некоторым моим вот этим вот упырям, которые там начинают строчить, такой абсолютно разумный, грамотный подход. Это, к сожалению, то, с чем сейчас Россия никак не может справиться, да, вот, как пожениться. Нельзя из песни выбрасывать слово. Я не смотрю вот передачи пропагандистов, сейчас это модно, но невозможно что-то не улавливать, потому что и в интернет они просачиваются, и в мессенджеры. И один из политологов упрекнул, так скажем, организаторов одной из таких передач, почему вы выбрасываете из истории имена, почему вы имеете возможность, празднуя там 70-летие или 75-летие победы над фашистской Германией, не упомянуть ни словом не молвиться о верховном главнокомандующем. Нельзя так поступать. У меня был случай такой. Пришел в школу один поэт-песенник, исполнитель. Детям небольшой концерт дал, естественно, бесплатно. Саша Коренюгин. И в моем кабинете я где-то раскопал там на складе портрет Сталина. Думаю, ну некрасивый, ну кажется, он так валяется. Ну естественно, повесил его там за своим стульчиком в кабинете. Я не сталинист, я не строю себе кумиров, но я четко понимаю, что именно этот правитель создал лучшую систему в мире образования. Он же еще вроде как и осетин. Есть такая версия. Он грузин, но с осетинской кровью, с осетинскими корнями. Я не могу быть в когорте тех лиц, которые его считают осетином, потому что если человек сам себя называл грузином, если я сейчас скажу, я русский, считайте меня русским. Это мое мнение, я так себя позиционирую. Он считал себя грузином. Я не хочу это переиначивать. Но генетика, наука, от которой особо не уйти, ни правее, ни левее, она точная наука. Да, действительно доказано, что он осбогатаровская веть и так далее, и так далее. Сдал его внук, и действительно это доказано. Но он грузин. А вообще четко могу сказать, что это, наверное, из всех советских правителей больше всех любил Россию и был больше русский, чем все остальные русские вместе взятые, это Сталин. С точки зрения идеологии, которую он начал... Да, и договорил. И вот Коренюгин увидел эту фотографию, естественно, селфи там на фоне и так далее. Выставил на свою страницу. Ну и... Не ему прилетело? Нет, ему особо ничего не прилетало. Он написал, в чем кабинет это. И заочно прилетело мне. Прилетело так, что это... Кто-то из... Магометани выставил, типа, что он может дать детям. Посмотрите, он тирана повесил там за спиной, там это ноль, это такой. Ну, я оказался где-то на мероприятии, и мне и родственники говорят, а ты видел, как там тебя, там то, все. Ну, говорю, дайте ссылку. Читаю и раздают, и спасают. Там кто-то говорит, а ты сделай столько, сколько он сделал детям, и бешай там хоть, там, чикатило за собой. Вот такие вещи. Ну, для того, чтобы это прокомментировать, мне надо было подписаться. Это было ниже моего достоинства подписываться вот на таких, как их там, хайпажоры там, или кто-нибудь там называются. Да, ну, город маленький, я встретил человека, кто опубликовал, на чьей странице было опубликовано. Ну, в городе встретил, остановился. Я говорю, здравствуйте, вы меня знаете? Ну, конечно, не знает. Я говорю, а я вас знаю, потому что вот вы публиковали фотографии моего кабинета. Ну, и задал вопрос, вот, стопроцентный ли ты мусульманин? Он говорит, нет, я стремлюсь. Ну, говорю, а как ты можешь по одной фотографии, причем не в аудитории, а в моем кабинете одной стены, там их четыре, да, обычно бывает, сделать выводы о моей профессиональной деятельности и так далее. Я стопроцентный педагог, а ты не стопроцентный мусульманин. Как ты можешь обо мне судить? Ну, разговор не задался, но больше общаться не захотел. Он мне сказал, я дам какие-то книги, ты вот их прочтешь, ты поменяешь свое мнение о Сталине. Я говорю, ну, как я могу поменять мнение? Он брал, при его правлении, система образования, брала из многодетной, крестьянской семьи ребенка, возвращался маршал, из рабочей семьи брала ребенка, возвращался профессор. и это дорогого стоит. Это действительно такой прорыв в общем образовании всего народа. Если бы ты повесил бы Николая Второго, тебе бы прилетел от других. Ну, во-первых, Николай Второй на складе, в гимназии, там не пылился, не хранился. Начнем с этого. Да. А второе, Николай Второй, ну, я, честно говоря, на сто процентов тоже считаю, что он великомученик. Да. Великомученик он, хоть будучи... Вот какой ты плохой, ты и нашим, и вашим. Как и нашим, и вашим? Да неправда. Вот видите, и Сталина повесил, и Николай Второго великомучеников считает. Да нет, там в кабинете есть, я это тоже сказал, кстати, вот кто меня опубликовал, я говорю, а там левее, говорю, железный фелик, говорю, бюст его. Я говорю, не интересно тебе, почему он там? Ну, у него глаза вообще, это шары, я говорю, но этот человек в течение года закрыл вопрос семимиллионной армии беспризорников после гражданской войны. Посмотрите на мощную Россию, посмотрите на ее недра, на востребованность всего этого, на рынках. Мы этот вопрос не закрыли до сих пор. Да, но я рассказывал об этом, когда вокруг Лубянки водил, в экспорте своей. Ну, Республика Шкит, это Макаренко, Сухомлинский, это же все лица, которые вышли из системы НКВД. Ну, это, как я знаю. Да, но, к сожалению, ты же понимаешь, что есть и обратная сторона у медали, да? Согласен. Да, то есть... Согласен, я, там нету, бегущей строки, и поддерживает Суции в красный террор, и хочет возвращения судов троих. Нет, у меня... Надо уметь расчленять. если даже по Осетии пройтись, тут же тоже огромное, конечно, истории, да, мы, и у мам сырого дяди его. Также, да, вот, мои родственники по материнской линии, Амбаловы, один из поэтов, Цоцкого Амбала, в 37-м году, был расстрелян, репрессирован, он успел еще выбросить записку. Об этом тоже мне говорили, вот, ну, ты знаешь, он расстрелял, а может быть, его именем расстреляли, а может быть, мы такой народ, который, когда вражь входит, берегов не видит, и в этом всегда виноват один человек, верховный главнокомандующий, у меня большие сомнения в этом. Ну что ж, это бальзам на сердце моим, так сказать, прекрасным фанатам, которые очень любят эту тему. Ты им сейчас очень, очень, очень хорошо попалил на их душу, так сказать, бальзамчику, так что, да, ну, закругляясь, так сказать, какие перспективы у этого прекрасного, замечательного города, на твой взгляд? Особенно, мне кажется, в эпоху ковида, может быть, как-то с туристической точки зрения он скакнет, вроде как говорят, уже нарус сюда поехал. Ну, то, что касается туризма, я всегда, честно говоря, вот на эту тему думаю с ужасом. С чем мы будем встречать этих туристов? С чем? То есть, да, может быть, там, я не знаю, девятый вал этих туристов, но потом будет штиль, потому что, если в этом направлении не работать комплексно, комплексно, на государственном уровне, то будут такие истории, которые я сейчас краем уха слышу там. Вот совсем недавно обратился ко мне один из бывших выпускников и говорит, действительно ли, говорит, Иса Александрович Плиев, его не пускали к Сталину, и он огрел ногайкой адъютанта и зашел. Ну, мои дорогие, это офицеры высшего командного состава, они и так не общаются, такого быть не может, даже представить такое невозможно, но турист едет с такой информацией. Многие из псевдогидов, это не обязательно осетины, это гиды, которые везут туристов там из санатория, в Кисловодск, в Минвод, там Думбай, там Эльбрус и так далее, они рассказывают о том, что осетины-язычники, ну, научно-осетины-монотеисты, мы, то есть, вера предков, она подразумевает единобожие. Где твой тотем, на который ты молишь? Может, это за Сталиным, где-то там, в соседней комнате, стоит? Мы столько говорим о религии, все-таки я скажу свое мнение, как педагог, как мужчина, мне, вот, там, православный верующий, достойный, настоящий, действительно, на мусор, мне ближе совестливый, образованный, атеист, он до меня намного больше свят, чем человек, который знает, вот шкалу, так, 15 раз помолился, искупил тот грех, там, там, 25 раз, там, я не знаю, встал на колени, я не хочу никого унизить, но, вот, заработал себе, там, в раю местечко, мне это не нравится, надо быть здесь и сейчас, настоящим, каждую секунду, и, ежедневно, подмечать, что ты лучшая версия самого себя. Так, все-таки, давай завершим, перспективы? Перспективы, конечно, мы в таком месте живем, ожерелье из гор, ну, это ни куда ни денег, как бы мы не отторгались, как бы мы, так скажем, ну, сейчас же у нас такой дикий капитализм, не в Осетии, во всей России, вот это слово дикий, когда прекратится, нам будет намного легче всем, но, мое мнение, как человека, который родился в СССР, который путешествует по миру, будущее России, за социализмом. Это сто процентов, другого я не вижу, у нас такое отношение к правде, к истине, такое вот, даже человек, там, десять раз оступился, он все равно рассуждает, да это врун, да это то, да это все, надо это поддержать, надо, вот, примером, кто-то говорит, Китай, нет, страна Бенелюкса, брать их пример, на себя, и будет результат, когда рабочий, который кладет плитку, понимает, что он кладет своим детям, будущим поколениям, мы дадим максимально достойный результат. Осетия будет достойным регионом Российской Федерации, без слова дотация. Кандидат номер три от партии без дотации я без партийный, без партийный. Голосуй на ближайших. Исключено. От самого движения. Все, 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 расстреляли, опять лупу взяли и на меня смотрите. Зря, зря, зря. Ладно, Сос, огромное спасибо тебе за такой многосторонний, неангажированный взгляд, что в наше время большая редкость. Ну, а мы, так сказать, продолжаем наши поиски в Осетии и еще пару слов от меня будет за кадром. Друзья мои, мы заканчиваем наше путешествие по Осетии. У нас остался заключительный выпуск, который вас ждет вскоре. От себя напоминаю, что у меня идут экскурсии и в Петербурге, и в Москве. Чаще, конечно же, в Петербурге, в основном по выходным, но иногда еще и по вечерам четверга или пятницы. Чем ближе к лету, тем их будет больше. В Москву, если я приезжаю, это, как правило, вечер пятницы и днем субботы. Анонсы есть на сайте. Если вдруг он висит, значит, его ддеосит. Повисит и отвисит. Поэтому подождите, зайдите чуть позже, либо пишите мне в личку. Также вы можете приобрести как после экскурсии, так и у меня на сайте три моих книги. Остросоциальный роман Корень, крайне актуальный в наши дни. Еще более актуальная книга о пиаре во время русско-японской войны. И путеводитель по Невскому Невский с перцем. Все необходимые ссылки есть в описании под этим видео внизу. Ну, и вам удачи. Спасибо. Оставляйте комментарии вот там. Увидимся пока. Я хватаю ртом воздух, Я цепляюсь за звезды, И тебе потерять Меня слишком просто. Я хватаю ртом воздух, Я цепляюсь за звезды, И тебе потерять Меня слишком просто. Красное яблоко в сердце повисло, Больше встречаться нам не смысла, Нет смысла мучить друг друга. Но твоя кожа нежна и упруга, Но твои руки тонкие ветки, Взгляд твой по-прежнему острый и меткий. Губы твои нежные листья, Ты не целуешь, ты мажешь кистью.